Большое спасибо за донат MusicGuru. Но пока звук, конечно, жуть. Просто микроволновочка какая-то прям. Я надеюсь, что музыку можно будет разобрать. Тирам! Спасибо! Спасибо большое! Слушай, честно, здесь тоже у него есть вот эти ходы, где просто подряд одинаковые ноты, ну, соседние ноты идут. Но в целом тут сам звук пианино достаточно приятный. Это слышно даже на такой записи. И общая картина всё-таки хороша скорее. Так-то вроде вот гамму прогнал, но... Слушай, ну, вот выбор некоторых гармоний, которые есть в контексте... Хорошие. Ну, моё awesome piano-solo, как бы, оно звучит на любой заставке стрима. Там, конечно, здесь очень, ну, типа чисто сыграно, то есть без, там, ошибок, без съездов по ритму и так далее. Это всё равно прикольно, приятно слушать. У меня там, как бы, импровизация плюс-минус от балды и так далее, но... Блин, это вот... Вот это вот, как бы... В принципе, семёрка простая, но приятно. Блин, вот этот фрагмент мне вообще напомнил то, что я играл в музыкалке в детстве. Сейчас скажу. Там, кстати, по-моему, тоже золотая секвенция, но просто как она обыграна красиво. Это не моя запись, это просто я нашёл вот этот вот кусочек. Типа три через два. Это всё равно, как бы, вот, вот, именно когда это так сделано, это работает. Когда это как в начале, там, типа, это фигня, конечно. Просто сидят и отнушат. А когда, как бы, идёт вот такая вот штука, это уже... Вот, и вот этот кусочек мне напомнил. Это парцхаладзе. Грустный напев называется. Я просто играл в музыкалке, это уже забыл, конечно. Я не верю тому, кто говорит, что никогда не врёт, это как с анонизмом. Слушай, я стараюсь не врать, насколько это возможно. Я могу не договорить. Что-то. Но зачем врать вообще? Вообще смысл. Иногда, ну, то есть, иногда окей, иногда ты, там... Ну, типа, окей, если ко мне подойдут цыгане, я скажу, у тебя пауэрбанк есть? Я скажу, нет. То есть, ну, так я могу соврать, окей. А сигарета? Ну, я не курю. Это максимум. Ух ты! Он играет это на двух, во-первых, разных. Ну, типа, басы у него... Один син, то здесь... Блин, а сколько ещё безошибочного они это всё делают? Или даже если там есть огрехи, они незаметны. Прикольный звук тоже такой, типа, как... Я не знаю, это какой-то орган, похожий на маримбу или что-то такое. Я не знаю, что-то странное очень. Это скорее, как, знаете, типа, флейта с атакой. Я не знаю, это какой-то именно синтовый такой звук. Я... Что-то у меня было такое в моём синтезаторе. Я забыл, как это называется точно. Ну, прикольная вообще тема вот на этом сделать вот такую поливочную штуку. Прикиньте, реально, она звучит как будто вот маримба, которая при этом как флейта. Ну, что-то очень забавное. Забыл, как называется, реально. Очень редко. Ну, я никогда вообще не пользуюсь этим звуком просто. Я знаю. Я знаю, что если я, например, скину 500 на просмотку или 500 на полущества, всегда приятнее и интереснее второй. Спасибо большое. Давайте сейчас заслушаем. Ну, и то, как ты обо мне отзываешься, тоже приятно, конечно. Чек не приват. Я чекнул приватное сообщ... А-а-а-а-а-а-а-а-а! Ну, да, да, мы знакомы, да. Ну, типа, ты понял, где мы знакомы, то есть там... Там, короче, забавно. Прикол! Ну, теперь я, получается, знаю примерно на что ты учишься. Я забыл, она мне вроде говорила, я не уверен, что точно помню, но... Ну, в принципе, да. Как бы это... Looks like умом выбрал профессию. Все мы врём в той или иной степени в разных пропорциях. Ну, да, как бы... Конечно. Я же не говорю, что я вообще никогда, типа, не вру. Я говорю, типа, в среднем я не вру. Или, по крайней мере, на... Я не знаю, ну, просто это, может быть, формулировка неправильная, но, типа... Слушай, короче, я плюс-минус... Плюс-минус честный, но плюс-минус, типа, адекватный человек. Вот и всё. Естественно, я уже объяснял, что если, например, я... Мне неприятен персонаж, я не буду выбирать слова и даже больше накину от себя, если буду его, как бы, критиковать. Тот, кого, допустим, я разбираю. Если мне, наоборот, скорее нравится, то я, ну, для себя даже в душе буду искать какие-то оправдания тому, что что-то не так. Ну, типа, или... Ну, типа, более снисходительно относиться. Но ещё раз. Всё равно говорить правду. Насколько это возможно. Спасибо большое за донат. Ну, прикольное такое пиано-соло. То есть у него много, конечно, всё равно таких... Он, скорее всего, классический пианист больше. Просто прикатил, видимо... Я не знаю, кто Рик Вейкман. Сейчас проверю. Ну, типа, классический пианист, который при этом нормально разобрался в рок-музыке, скорее всего, всё равно. А, ЕС. Ну, типа, это слышно, потому что он играет. Ну, это как раз, пожалуй, тот самый один из редких случаев, когда... Ну, а с другой стороны, это и не про Россию речь. Да, как бы, когда классюк, в принципе, нормально реально разобрался в современной музыке и... Осилил. Спасибо большое за донат. Продолжение следует...